Предприятие Укроборонпрома в 2021 году увеличили производство на 20%, сообщил гендиректор концерна Юрий Гусев во время демонстрации самолета Ан-178, стояр номер 001 во вторник, 28 декабря. В этом году предприятие Укроборонпрома на 20% увеличили производство по сравнению с прошлым годом. Больше 3 300 единиц вооружения и военной техники отремонтировано, модернизировано, построено и передано в вооруженные силы, сказал он. По словам Гусева, с Минобороны идет обсуждение о планах работы предприятий концерна на три года. Даже мы сейчас с министром обороны говорим о планах на три года для того, чтобы мы могли подготовить производство, если мы что-то не можем производить уже, а нам надо подготовить производство, проинвестировав туда дополнительные средства, пояснил он. Гусев отметил и рекордные результаты в авиастроительстве. Также рекордными являются результаты экспорта нашей продукции. Более чем на миллиард долларов США предприятия Укроборонпрома экспортировали продукции в этом году. И у нас также есть много планов на расширение, добавил он. Пресс-служба госпредприятия Завод 410 гражданской авиации обнародовала мини-отчет самых больших достижений предприятия в 2021 году, назвав результаты работы рекордными. Так, в отличие от 2020 года, когда деятельность ГП Завод 410 гражданской авиации была глубоко убыточной, в этом году предприятие вышло на прибыльность, не имеет долгов по заработной плате, а сам фонд оплаты труда повышен практически вдвое. Сообщила пресс-служба. Отмечается, что в 2021 году авиаремонтное предприятие достигло десятикратного улучшения объемов производства против худших лет и втрое по сравнению с лучшими показателями за последние 8 лет работы. В текущем году Завод 410 гражданской авиации успешно сдал три борта Ан-32Б для военно-воздушных сил Шри-Ланки и передал капитально отремонтированной Ан-26 военно-воздушным силам Украины. Также на предприятии были проведены работы по обслуживанию двух самолетов Ан-74 для Комитета национальной безопасности Казахстана и Национальной гвардии Казахстана. Сейчас на заводе завершают капитальный ремонт и модернизацию самолета Ан-30 для военно-воздушных сил Болгарии, восстанавливают четыре транспортника для воздушных сил Украины и проводят регламентные работы над тремя самолетами, два Ан-32П и Ан-30 Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В планах на следующий год начать выполнение работ по восстановлению и модернизации трех самолетов Республики Бангладеш, контракт, подписан в марте этого года, и принять от четырех до пяти самолетов и двигателей в ремонт от Республики Казахстан, в соответствии с утвержденным в октябре 2021 года, плана работ на 2022-2023 годы, и, конечно, продолжать ремонт и обслуживание военно-транспортных самолетов воздушных сил ВМС и структур МВД Украины. ГП Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова подписал с американским заказчиком контракт на изготовление очередных двух первых ступеней ракеты-носителя Антарес. Как сообщила пресс-служба Южмаш, заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт. Во многом нашу перспективу определяло и то, как мы покажем себя в 2021 году на изделиях 17 и 18. Многие нюансы возникают не только во время производства, но и в ходе сдачи продукции заказчику. Мы уложились в сроки, и прием прошел без замечаний, объяснил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госпредприятия Константин Завгородний. В свою очередь, и американцы выполнили обещание, подписали важный для нас контракт. Это загрузка нашего основного производства на ближайшие 2-3 года, отметил он. Таким образом, сейчас в Днепре есть заказы на изготовление четырех основных конструкций первой ступени для ракеты-носителя Антарес. Кроме этого, ожидается дополнительное подтверждение НАСА, после которого можно будет договариваться о производстве еще нескольких основных конструкций первой ступени. Помимо сотрудничества с США, Южмаш также выполняет заказы на производство двигателей четвертой ступени RD-843 для европейской ракеты-носителя Vega. По контракту, рассчитанному до 2023 года, госпредприятие должно поставить 11 блоков маршевого двигателя. На начало этого года было поставлено семь двигателей, еще один планировали отгрузить заказчику в ближайшее время, а последние три блока находились в процессе производства. Кроме этого, европейский заказчик воспользовался опцией по дополнительному заказу по этому контракту, что позволило достичь договоренности на поставку еще 10 блоков маршевых двигателей для ракеты-носителя Vega. Следует добавить, что в 2021 году было осуществлено два пуска ракет-носителей Antares и три Vega с украинскими составляющими. В целом с 2012 года европейская ракета стартовала 20 раз, из них 18 раз успешно, а американская с 2013 года — 15 раз, 14 успешно. Научно-производственный центр «Инфозахист» приступил к проведению летных испытаний своей новой разработки воздушного комплекса радиотехнической разведки «Геката», который предназначен для обнаружения радиоизлучающих целей на расстоянии в сотни километров. Впервые эта разработка была представлена на выставке «Оружие и безопасность» в 2021 году. «Геката» совершила свой первый полет, поднявшись в небо с небольшого аэродрома под Киевом. Во время полета кроме работы самой системы радиотехнической разведки проводилось измерение влияния контейнера на летные характеристики PD-2. Основой комплекса «Геката» является 10-килограммовый контейнер с оборудованием для ведения радиотехнической разведки, который устанавливается на дрон PD-2 от Укрспецсистемс. По замыслу разработчиков, весь комплекс состоит из наземной станции управления и шести дронов с «Гекатой». Три дрона должны находиться в небе и меняться поочередно для обеспечения круглосуточного мониторинга по фронту 100 километров и на глубине до 450 километров от места баражирования. Это позволяет в режиме 24 на 7 собирать информацию обо всех объектах противника, излучаемых в радиопространстве, и точно определить их координаты. То есть речь идет не только о пунктах управления и командно-штабных машинах, а и о контрбатарейных радарах, РЛС зенитно-ракетных комплексов или самолетов, и даже об обычных радиостанциях рядовых бойцов противника. И делать это совершенно незаметно, баражируя над своей территорией. Ибо, во-первых, Геката только собирает данные, не излучая ничего. А во-вторых, PD-2 имеет размах крыла до 5 метров, что делает его обнаружение РЛС достаточно сложной задачей. В общем, возможности Геката позволяют отслеживать одновременно до 200 целей и передавать информацию о них в режиме онлайн. Или в случае полной радиотишины или автономного полета накапливать эту информацию на внутренних носителях. Фактически решение научно-производственного центра инфозахист в виде роя беспилотников позволяют заменить классические самолеты радиотехнической разведки или сети наземных станций, вроде кольчуги. Отметим, что PD-2 может находиться в воздухе около 10 часов и подниматься на высоту до 5 километров. Дальность управления дроном составляет более 220 километров. Также необходимо отметить, что дрон PD-2 кроме традиционного самолета имеет VTOL-вариант, когда с помощью двух дополнительных секций он способен взлетать и сажаться вертикально. Это позволяет эксплуатировать его даже с неподготовленных площадок. КБ «Луч» предложила два проекта ЗРК средней и большой дальности, учитывая завершение эксплуатационных сроков советских комплексов уже в перспективе ближайших 5-10 лет. Но несмотря на необходимость всего в 40 миллионов долларов и двух лет на создание комплекса с дальностью уничтожения целей около 100 километров, и понимание необходимости создания отечественного ЗРК. Пока денег на эту разработку в государстве не нашлось. Об этом рассказал генеральный конструктор генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. То, что создание отечественного ЗРК средней и большой дальности актуально, постепенно понимают все, включая Минобороны. Но все дело, в финансировании, от этого зависит все, сообщил глава КБ «Луч». В то же время, одним из вариантов создания отечественного ЗРК, теоретически могло бы быть сотрудничество с западными компаниями. Этот вариант действительно позволяет значительно ускорить разработку комплекса и приобрести новые компетенции благодаря партнерству. Однако за все это время ни одна западная компания не предложила приступить к совместной работе над ЗРК. Что касается сотрудничества с зарубежными производителями зенитных ракетных комплексов, то за все время никто ничего не предлагал. Ни MBDA, ни Сэфран, никто не предлагал что-либо делать вместе. «Разговора даже не было о том, что они будут поставлять вооружение, а мы – обслуживать. Не то, что о варианте совместной работы, когда они поставляют, например, ракету, а мы добавляем собственный комплекс. Никто с такими предложениями не выходил ни на КБ «Луч», ни на Укроборонпром вообще. Думаю, причины просты – рынок, конкуренция и вообще вопросы выживания компаний, как нашей, так и западных», – подчеркнул Олег Коростелев. Научно-производственное предприятие «Сатурн» отчиталось о выполнении работ по модернизации радиотелескопа РТ-32. 23 декабря 2021 года комиссия заслушала отчет о выполнении третьего этапа контракта 2021 года по модернизации радиотелескопа РТ-32, что в городе Золочев Львовской области, сообщили на сайте Центра. Главный конструктор предприятия «Сатурн» Владимир Чмиль докладывал о проведенных работах в нынешнем году. Он, в частности, сказал, что решен вопрос передачи заказчику информации со скоростью до 10 ГБ и изготовлены необходимые блоки X-диапазона, которые будут смонтированы и запущены в первом полугодии следующего года, говорится в сообщении. Над модернизацией РТ-32 кроме научно-производственного предприятия «Сатурн» работали Институт радиофизики и электроники имени Усикова, Радиоастрономический институт, Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. В ходе доклада заместитель начальника Национального центра управления и испытаний космических средств по развитию и испытанию Анатолий Пайхала отметил, что радиотелескоп РТ-32 дает возможность специалистам Радиоастрономического института проводить необходимые фундаментальные научные исследования Вселенной. Национальная академия наук Украины признала РТ-32 среди 10 величайших научных достижений в прошлом году. Работы по модернизации радиотелескопа РТ-32 планируется завершить к концу следующего года. Все выполненные работы в этом году научно-производственным предприятием Сатурн комиссия приняла. Трехдиапазонный радиотелескоп РТ-32 работает, выполняя задачи Национального центра управления и испытаний космических средств. Государственного космического агентства и Национальной академии наук, исследуя Вселенную, подытожили в центре. Добавим. Ввод в эксплуатацию нового радиотелескопа РТ-32, созданного в процессе опытной модернизации 32-метровой антенны Марк-4Б, состоялся в декабре 2020 года. С 2018 началась активная фаза модернизации антенны Марк-4Б и создание на ее базе радиотелескопа РТ-32. В ноябре 2020 года основные работы по созданию радиотелескопа были завершены. Главной особенностью радиотелескопа является многодиапазонность и многоканальность. С 1 января в Вооруженных силах Украины официально появилось 5 новых отдельных родов войск. Изменение структуры Вооруженных сил Украины предусматривает принятый в прошлом году закон Украины об основах национального сопротивления, которым были внесены изменения в третью статью закона Украины о Вооруженных силах Украины, вступившие в силу 1 января 2022 года. ВСУ и в дальнейшем будут иметь трехвидовую структуру. Сухопутные войска, воздушные силы, военно-морские силы, однако помимо имеющихся на сегодняшний день отдельных родов войск, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций, отдельный статус получили еще 5 родов. В частности, отдельными родами сил Вооруженных сил Украины отныне являются силы специальных операций, силы территориальной обороны, силы логистики, силы поддержки и медицинские силы. Отдельными родами войск ВСУ, десантно-штурмовые войска, а также войска связи и кибербезопасности. Напомним, что командование медицинских сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности были созданы в феврале 2020 года, а командование сил логистики в 2018 году. Однако они не имели статуса отдельного рода войск. Территориальная оборона же развивалась в системе сухопутных войск и до 2020 года не имела собственных органов управления. Тогда в структуре командования сухопутных войск было создано командование территориальной обороны, которое возглавил генерал-майор Анатолий Боргилевич. Общая численность кадрового состава войск теробороны сухопутных войск к концу 2021 года составляла 580 человек. Однако с 1 января 2022 года создано отдельное командование сил территориальной обороны, которое уже в январе должно принять всевоинские части теробороны от сухопутных войск, которые одновременно переходят на новые увеличенные штаты. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...